Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу как настраивать передачу данных из тильда в Y-Clients. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из тильда в другие системы. Например, в Y-Clients вести учет новых обращений клиентов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных . Теперь необходимо указать действие. Получи данные из форм. На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте URL для приема данных и перейдите в личный кабинет . Теперь необходимо вставить скопированный ранее URL в соответствующее поле. Если хотите, вы можете произвести дополнительные настройки. Не забудьте подключить этот вебхук ко всем формам на сайте и опубликовать изменения на страницах. Теперь необходимо перейти на ваш сайт и заполнить форму или создать новый заказ для того, чтобы новые данные сгенерировались в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Y-Clients. Теперь необходимо указать действие «Отправка клиентов». На этом этапе необходимо подключить ваш Y-Clients к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Его вы сможете найти в нашей справке Y-Clients в приеме данных, так как он является одинаковым для всех пользователей. Ссылка на справку будет в описании к этому ролику. Далее необходимо указать логин и пароль пользователя Y-Clients. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того чтобы перейти на следующую строку, нужно нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликаем отправить тестовые данные в Y-Clients. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи! 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 Удачи!